Строительный отряд обороны существует в Саровском физико-техническом институте с 2018 года. Выезжать летом на Целину для ребят стало традицией. Из-за пандемии в этом году всероссийские региональные стройки студенческих отрядов были закрыты. Саровчане решили не лишать себя возможности провести трудовой семестр и нашли работу самостоятельно. Мы выбрали сами себе объект. То есть на ЦКТ-3 с помощью организации мобильной моторной бригады мы нашли эту работу и устроились. Мы работали со многими видами техники. Мы занимались бетонными работами, шлифовальными работами, заливали гидроизоляцию и выполняли много других попутных работ. На объект поехали 10 человек от отряда. Полтора месяца студенты занимались строительством двух автомобильных мостов в Подмосковье. Обычно ребята, которые приезжают с разных стройотрядов страны, после работы организовывали творческие вечера. В этом году саровчане были единственными студентами. Саму атмосферу мы создавали для себя сами. То есть мы сами устраивали праздники целинные, мы сами устроим закрытие. У нас закрытие еще пока в планах, мы еще не закрылись. В 2019 году мы были на стройке «Маяк». «Мирный атом» она называется. Это в городе Озерск, предприятие «Маяк». Там было много отрядов, там было 800 человек. Время заполнилось там очень. Александр Инкин в обороне уже второй год. В строительный отряд студент пришел вместе с друзьями. За плечами молодого человека не одна целина. По его мнению, работать руками – самый ценный навык. Есть ощущение причастности к чему-то большему, чем просто вот ты пришел, поработал. Нет, тут как раз наоборот. То, что ты будешь ехать по этой дороге, проезжать мимо нее и думать, да, здесь я работал, это сделано мной. Кроме строительных работ, отряд обороны Саровского физико-технического института занимается творчеством. Студенты ставят сценки, организовывают праздники, помогают вузу по разным вопросам. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.